В эфир одного из молдавских телеканалов вышло интервью с президентом нашей республики. Первый главный вопрос, заданный главе государства, касался его выступления в Германии. Станислав Выжга, главный редактор ТВЦ-21, отметил, что многие восприняли это выступление как начало холодной войны между Кишиневым и Тирасполем. А в молдавской прессе это событие обозначили как точку невозврата. Представители масс-медиа Молдовы поинтересовались, правильно ли такое восприятие послания. Я считаю, что та формула, которая была предложена, она и есть этим оптимальным путем. Я ее назвал цивилизованным разводом. Что такое цивилизованное? Это подтвердить фактическое состояние дел, определить в зонах соприкосновения порядок взаимодействия, взаимоотношения, с уважением конструктивно друг к другу относиться, обеспечить возможности проезда граждан, возможности торговли. Говорили и о протоколе Шевчук-Рогозин. Что на самом деле представляет собой документ и сам его статус? Во-первых, документы о намерениях, в рамках которых будут реализовываться инструменты экономического взаимодействия. Этот протокол очень важен для Приднестровья в целом, потому что мы имеем возможность на базе этого протокола заключить еще ряд необходимых, соответствующих решений, которые обеспечат, ну и нам бы хотелось бы, обеспечить упрощенный порядок допуска наших, или доступа наших товаров на российский рынок. Президенту задавались вопросы о миграционных постах, возможном подписании Молдовы и Украины соглашений с Европейским Союзом, о возможных последствиях для Приднестровья. Говорили и о том, каким видит будущее республики глава государства. Безусловно, процветающим, богатым государством, которое наладило, восстановило и развило очень теплые и дружественные отношения с соседями, которые торгуют со всем миром, не являются ни для кого угрозой, потому что мы и никогда не являлись этой угрозой понятными для наших соседей, прогнозируемыми для наших соседей.